Добрый день, меня зовут Промкина Евгения Сергеевна, я представитель генплана города Москвы. Я бы хотела вам рассказать несколько слов о проекте межевания. Работа по межеванию выполняется в соответствии с государственной программой имущественной земельной политики города Москвы, разработанной в 2012-2016 год. Программа предусмотрена на проведение работ по межеванию застроенных кварталов на территории всего города. То есть я хотела сразу внести пояснение, что разрабатывается не единичные кварталы, а разрабатывается вся территория города Москвы, у которой есть жилые дома. Департамент городского имущества города Москвы является государственным заказчиком работ по разработке проектов межевания. Несколько слов, что такое межевание. Межевание – это комплекс работ по установлению и определению границ и площади земельных участков. Очень важно понимать, что никакая строительная деятельность проекта межевания не рекомендируется. Межевание необходимо для документального закрепления территории за живыми домами и иными объектами. Утвержденные в установленном порядке проект межевания исключают любую иную строительную деятельность без согласования с жителями. Мы сейчас присутствуем на публичных слушаниях. Поведок организации проведения публичных слушаний определен в установлении проекта Москвы номер 1258 от 2008 года. Публичные слушания являются основной стадией в согласовании проекта межевания. Основная цель публичных слушаний – это внесение возможных предложений жителям квартала в проект межевания. Если у кого-то из вас есть предложение по уменьшению, увеличению, изменению границ земельных участков, самое время их либо озвучить, либо записать в протокол. Минуточку. Хотела бы обратить ваше внимание. Проект межевания не будет утвержден, если департаментом городского имущества, если какие-либо возможные для реализации пожелания не будут учтены. Протокол публичных слушаний будет приложен к основному буклету, направленному в департаменту городского имущества на утверждение. На этом, наверное, я передам слово непосредственно разработчику Евгении Рековне, и она вам расскажет основные моменты непосредственно по территории жилых домов. Добрый вечер. Я могу сказать вам о том, каким домам у нас не получилось выделить по нормативу земельные участки. Наверное, начну с этого. Это самый такой вопрос у нас, который интересует больше жителей. Это дом по улице Рокотова 1-12, Соловьиный проезд дом 14, Соловьиный проезд дом 16, корпус 1, Соловьиный проезд дом 18, Литовский бульвар 19, Новоясеневский проспект дом 19, корпус 4, Новоясеневский проспект дом 21, корпус 3, и Новоясеневский проспект дом 25, Рок 20. Такая ситуация сложилась в силу планировочной структуры квартала, но также имелись вопросы по оформленным земельным имущественным отношениям на некоторые участки, которые ограничили территорию именно жилого дома. Также по поводу других земельных участков, детским садам и школам были выделены участки по оформленному у них право на постоянное бессрочное пользование этим земельным участком и никаким образом не менялись. Также были выделены земельные участки ТП и ЦТП, детским площадкам, которые невозможно отнести к территории какого-то одного жилого дома. И также выделена территория общего пользования, которая является территорией пользования всех жителей всего квартала, также района. Далее могут последовать ваши замечания, вопросы, пожелания. Спасибо, мы сейчас перейдем к вопросам. Единственное, вы еще раз поясните, но просто, может быть, не все по цветам там себе представляют, что какими цветами выделено, чтобы тоже было понятно. У нас вот таким цветом, светло-розовым, можно сказать, это домовая территория, то есть территория жилых домов. Вот таким розовым цветом это территория детских школ и детских садов. Вот этим цветом, зеленоватым, это территория административных зданий и строений сооружений, то есть нежилых объектов. Вот этим цветом выделены территории, на которые были разработаны градостроительные материалы, это ГПЗО, либо АРИ, которые еще действуют. И вот самым ярким цветом показаны как раз территории общего пользования. Теперь все. Спасибо. Спасибо. Итак, мы уложились в заявленный регламент, поэтому переходим к вопросам и выступлению. Значит, я просто привлекаю ваше внимание, с помощью вам работают сотрудники, чтобы удобно было с двух сторон. Для того, чтобы просто просьба поднять руку, мы предоставим возможность для дамы, потом вот вам. А вы так распределитесь, чтобы вам удобнее было ходить. Спасибо. 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 Спасибо.